Здравствуйте! Я предлагаю сейчас приготовить целебные шарики от кашля, сладкие, которые подойдут как взрослым, так и детям. Для этого нам нужна сковородка, желательно небольшая. И насыпаем на сухую сковородку ложку или две ложки сахара. Но я, чтобы быстрее этот процесс вы видели, и он у нас происходил, то я насыпала одну ложку сахара. И начинаем ее постоянно помешивать. На каком огне? На маленьком огне, чтобы не горело. Видите, чуть-чуть. Такой слабенький огонь. И будем мешать сахар до тех пор, пока он не станет таким. Вы увидите. Коричневатым, темно даже коричневым. Есть много рецептов, связанных с сахаром, с медом. Мед это такой продукт, который, можно сказать, не всем подходит. А вот сахар, и если сделать такие шарики, такие маленькие таблетки, потому что бывает, что такие таблетки продаются от кашля в аптеке, но не всем они подходят, не все. Ну и все понимают, что там может быть что-то еще, кроме сахара. Может быть даже ненужного для организма. Ну а самим в домашних условиях можно приготовить такие шарики, такие конфетки, которые вы в любом месте будете хранить в какой-то там коробочке, или в какой-то баночке, может быть с каких-то витаминов натуральных. И эти шарики вы можете брать с собой в дорогу, давать ребенку в школу, или там куда он идет, едет в автобусе на какие-то занятия там и так дальше. И если вдруг его в дороге захватит такой кашель, то можно такую конфетку взять и рассосать во рту, и кашель сразу приостанавливается. Вот видите, мы не отрываясь, снимаем этот процесс. Вот уже горит немножко. Ну на эту сковородку можно было взять и две ложки, просто тогда будет процесс, может быть, немножко длиннее. А у меня цель вам просто показать, как это делается. Раньше, когда я была маленькой, и дети были маленькие, мы пробовали такой же, по этому же рецепту делать, просто ложку насыпали в столовую и держали эту ложку над огнем. И потом надо было, это, сиропчик такой, ну, да, что-то, да, я сильно, можно было просто ложку лизать, можно сказать, в домашних условиях дома. А так мы можем, вот смотрите, вот уже пошел, выключаю я. Я вам скажу, что даже пахнет такой вкусной карамелькой. Ну, а теперь осталось, как говорится, ловкость руки, никакого мошенства. Сделать так, чтобы этот сахар кусочками превратить, или вот эту вот жидкость превратить в такие шарики, или хотя бы наподобие им. Ну, надо немножко дать остыть. Это даже, может быть, сахар и не очень полезный, но он, в данном случае, он очень, очень даже может вас выручить. Поэтому за считанные минуты вы можете приготовить. Сейчас я подожду секунду-две. За это время возьму стакан, наберу воды прохладной для того, чтобы, может быть, нужно... Так, вот так набираю и чуть-чуть опускаю в холодную волю. Конечно, еще горячее. Вот, все, уже пристал. И не получилось. Смотрите, какая... Вот так, вот так получается такой горячее. Получается, видите, леденец. Самое главное для ребенка сделать его так, чтобы не было таких острых углов. Сейчас попробуем еще раз. Потому что, если мы подождем, что он, ну, совсем остынет, тогда я его тоже точно не возьму со сковороды. Вот. А так, если в холодную воду... Видите, как оно сразу застывает. Ну, в общем, вот это надо... Вот это такой процесс... Приспособиться. Да. Ну, извините, что руками. Здесь другим способом ничего не получится. Можно взять поменьше это. Ну, тогда нужно, может быть, будет и шарик не один взять, а один, потом еще второй. А так, вот такого вполне будет достаточно. Так, я еще сейчас один сделаю. Так, это сюда. Видите, оно такое тягучее получается. Ну, может, можно, чтобы и там остыло. Я уже один раз сделала. Сейчас вам покажу, что я дальше... Ну, я думаю, что все-таки надо окунать в воду. Ой, горячее. И вот так его делать более-менее кругленьким. Так, все. Дальше... Дальше... Сейчас показываю вам, как я уже сделала два. Как больше, мы уже попробовали. Я... Для того, чтобы он не приставали, они меньше один к другому, я вот так делаю... Смотрите, просто сахар опускаю. Попускаю. И... Бутылочку в любую баночку, для того, чтобы можно было взять с собой где-то. Да и просто хранить. Не знаю, если кто-то так делал, напишите мне, как вы думаете, как он будет себя вести в этой коробочке, если это оставить на второй день. Ну, большие шарики. Можно, если это для ребенка, то я думаю, что можно сделать и поменьше. Ну, вот у меня уже застыло оно практически. Смотрите, можно скатать и здесь. Вот так поменьше шарик. Ну, вот так, я думаю, что даже, может, и не нужно. Вот просто много делать за ним один раз не стоит. Вот так получается. Видите, такой шарик. Так что, сделайте себе такие шарики. Давайте детям с собой лечитесь. А как удалить оставшуюся у нас кроваводки? Не волнуйся, налили водички и все. И ничего не нужно. Смотрите, все даже так держится. Маленький, видите, получился и маленький. Ну, скажем так, шарики я не делаю. И каждый день, поэтому... Вот видите, вот такие шарики вы можете сделать. Очень легко, быстро, просто. И результативно будет. Очень приятный, очень необычный вкус. Такой вкус детства, можно сказать. Все, будьте здоровы и до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok